Сезон благоустройства на финишной прямой. К настоящему времени в рамках программы формирования комфортной городской среды завершено благоустройство на 21 придомовой территории. Последний оставшийся двор по адресу Кавалерийская 42 в среду проинспектировал начальник управления ЖКХ Дмитрий Растатуров. Здесь выполнены работы на сумму 2 миллиона 212 тысяч рублей. У нас здесь установка бордюрного камня, около 450 метров бордюрного камня. Мы лотки здесь установили. Почти, ну чуть больше полдлины дома, около 110 метров. Асфальтовое покрытие с выравнивающим слоем и с основным покрытием. Установка лавочек и установка уровня. Первый и самый ожидаемый вопрос к подрядчику – почему сорваны сроки? Оказалось, помимо ремонта асфальтового покрытия проезжей части двора, в рамках благоустройства организовали систему водоотведения. Жители жаловались на постоянные лужи. Это потребовало дополнительного времени. Вносили изменения в проект, корректировали его. Как я ранее говорил, из-за того, что ливнеприемники не работали. Проблему подтопления территории удалось решить. Сейчас работы в заключительной стадии. Подрядчику осталось только убрать за собой землю и строительный мусор. Начальник управления ЖКХ оценил благоустройство двора на хорошо. Безусловно, сроки сорваны. И подрядчику мы об этом не один раз указывали. Но надо отметить, да, безусловно, технически двор действительно очень сложный. Очень долго мы находили компромисс с жителями и проектные решения пытались найти. Но, тем не менее, я думаю, все получилось и жители должны быть довольны. Как и во многих других сферах, в ЖКХ все довольными быть не могут. Но жильцы действительно оценили, что двором больше не нужно переходить вброд. Как раньше было, это отвратительно. Сейчас очень хорошо. Сейчас ни воды нет, нигде, ни выбоин. Очень хорошо. Я иду от инвалидка, теперь не спотыкаюсь. Но финальное слово за комиссией по приемке двора. Пока все дворовые территории не получат экспертную оценку, программа не может считаться завершенной. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.